В столице Чувашии пришло лето и принесло хорошую погоду, но о том, что влияет на погоду в нашем доме и делает жизнь современного человека комфортной, мы говорим в программе «Вектор комфорта». С вами Ольга Пырочкина и в этом выпуске. С вас земля, с нас жилые дома. В Чувашии осваивают земли, которые республика получила от федерального фонда, содействия развитию жилищного строительства. Экологичность, автономность, надежность в работе. На биологических и честных сооружениях в Новочебоксарске заработал новая мини-ТЭЦ. Знают свое место. Как изменилась ситуация с размещением рекламных конструкций с момента вступления в силу федерального закона. Чувашия получила под строительство жилья несколько участков в Цивильском районе, которые ранее находились в федеральной собственности. О том, как этим воспользовалась республика, прямо сейчас. Город Цивильск, микрорайон Южный-2. Еще пару лет назад здесь был пустырь. Вероятно, был бы и сейчас, однако, в ноябре 2013 года правительственная комиссия по развитию жилищного строительства и оценки эффективности использования земельных участков, которые находятся в собственности Российской Федерации, одобрила передачу шести земельных участков Чувашской республики. Закон, который позволяет фонду РЖС передавать имущество субъектам страны в конце 2010 года, подписал Дмитрий Медведев. Новый закон разрешает помимо юридических лиц передавать имущество субъектам Российской Федерации и публично-правовым образованиям Российской Федерации, регионов и муниципалитетов. Это позволит более продуктивно решать общенациональные и региональные задачи формирования благоприятной среды жизнедеятельности человека и общества. Освоение земельных участков Цивильске – это один из ярких примеров тесного взаимодействия кабинета министра Чувашской республики и фонда развития жилищного строительства. Первый из участков – это площадь по целых 18 сутрих гектаров – был передан в 2011 году. На нем было построено 11 жилых домов общей площадью 1226 квадратных метров. И это дало своего рода положительную динамику, толчок для дальнейшего развития. Следующим участком – это был участок площадью 20 гектаров, на котором планируется уже построить жилье общей площадью 20 тысяч квадратных метров. Из них около 10 тысяч квадратных метров уже введено в эксплуатацию. Идет работа сейчас по проектированию жилой застройки на участке площадью 44 гектара. И все это в конечном итоге должно привести к тому, чтобы стоимость квадратного метра жилищного строительства все-таки у нас оставалась минимальной, и жилье было доступно для граждан. Действительно, цена квадратного метра жилья в микрорайоне Южный-2, который вырос на одном из переданных участков, составляет в среднем 27 тысяч 700 рублей. В то время как в среднем по стране в первом полугодии 35 тысяч 915 рублей. Застройщик поясняет, во-первых, по такой цене местные жители смогут приобрести жилье, а значит будет хороший спрос. Во-вторых, строительство серьезно удешевляет то, что компания-застройщик самостоятельно производит некоторые конструкции. К примеру, фундаментные блоки, тротуарные плиты. Застройку решено было сделать комбинированной, совместить малое и многоэтажное строительство. Так здесь выросли 16 коттеджей с участками земли по 8 соток и сдано несколько многоквартирных домов. Кстати, построенные квадратные метры будут не только продавать на рынке. Часть квартир специально спроектировали таким образом, чтобы их площади подходили под различные социальные программы. К примеру, по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Такие квартиры сдают с чистовой или, как ее еще называют, социальной отделкой. Мы здесь комплектуем, значит, обои, потолки, отделываем линолеум стелем, значит, устанавливаем котел, индивидуальный котел, газовые плиты, счетчики, водяные счетчики, газовые счетчики. Значит, устанавливаем здесь пластиковые окна везде. Площадь квартиры здесь получается 58 квадратных метров. Двухкомнатные квартиры. Несмотря на низкую цену квадратного метра, построены дома по последним технологиям. Это особая система вентиляции, которая решает проблему недостаточной инфильтрации. В квартирах с пластиковыми окнами, индивидуальное отопление, датчики движения в подъездах. Снабжать водой жильцов будут из артезианских скважин. В плане инфраструктуры в районе предусмотрены помещения под офисы и магазины. Второй этап застройки идет у нас два 115-х квартирных дома. Мы планируем в этом году построить эти дома, но и сдать. Третий этап, а это еще четыре дома района, планируют сдать в 2018 году. Кстати, помимо участка и новых квадратных метров жилья, Цивильск получил десятки рабочих мест. На биологических очистках сооружениях в Новочебоксарске, которые обеспечивают жизнедеятельность столицы Чуваши и ее гордый спутник, и продолжается модернизация. Там запустили мини-ТЭЦ о том, для чего нужен этот новый автономный источник энергии в следующем материале. 500 киловатт электрической мощности и 600 киловатт тепловой. Такие характеристики у новой электростанции. Наладкой запуска оборудования заняли около полугода. Мини-ТЭЦ работает на базе газопоршневого двигателя, то есть на природном газе, и весьма экологично. Электростанция генерирует в сеть предприятия электрическую энергию. И, соответственно, выделяет тепловую энергию, которая используется нашим предприятием для отопления предприятия в зимний период, а также для обеспечения предприятия горячей водой. Мини-теплоэлектростанция работает постоянно, и, соответственно, происходит ее окупаемость. Несмотря на то, что оборудование весьма недешево, срок окупаемости электростанции составляет порядка 3,5-4 года. Станция является резервным источником питания. Также с ее помощью предприятие снижает свои затраты, работает энергоэффективно. Еще одним плюсом является то, что работа полностью автоматизирована. Все параметры работающей станции выведены на диспетчерский пункт. Яркие, красочные стоят на самом видном месте и призваны привлекать внимание. Это все про неотъемлемый атрибут современного городского пейзажа – рекламные щиты. С начала прошлого года предприниматели перестали устанавливать их где душе будет угодно. А с 1 января 2014 года рекламные конструкции размещаются только согласно схеме, которую утверждают органы местного самоуправления. Где дешевле всего купить туристическую путевку, быстро пройти медосмотр и сдать на права, где помогут обзавестись голливудской улыбкой и даже куда пойти за бытовой техникой. Вот такой поток информации льется на участников дорожного движения буквально сверху, с рекламных щитов. Такой вид рекламы действительно работает. Информацию каждый день видят тысячи людей. При подобных обстоятельствах рекламные гиганты росли на улицах гордок и грибы после дождя. Практически в любых местах, которые приглянулись предпринимателям. Но если бизнесу они приносили прибыль, то муниципалитетам нередко проблемы. Так, СМИ Воронежа сообщали, незаконный щит придавил мужчину с ребенком. Во время непогоды на пешеходный переход, по которому шли папа и его 7-летний сын, упал щит. Щит был установлен на разделительной полосе и упал прямо на зебру. По информации СМИ рекламная конструкция была установлена незаконно. А вот видео из Волгограда, а билборд падает на проезжую часть. И таких видео из разных городов в интернете очень много. Наводить порядок в этой сфере начали с помощью федерального закона о рекламных конструкциях. Он вышел в мае 2013 года. Согласно закону, все без исключения рекламные щиты, а также стенды, строительные сетки, перетяжки. Иными словами, вся наружная реклама должна размещаться только в местах, которые утвердили органы местного самоуправления. Схемы размещения, в свою очередь, должны соответствовать документам территориального планирования, внешнему архитектурному облику сложившейся застройки, требованиям градостроительных нормативов и, главное, безопасности. Одним из критериев оценки инвестиционной привлекательности республики является грамотное и правильное размещение наружной рекламы. В соответствии с федеральным законом о рекламе с 2014 года, размещение рекламных конструкций осуществляется в соответствии со схемами, которые утверждаются органами местного самоуправления. Но до этого они проходят процедуру согласования. Согласование осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти, это Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашьей Республики. Также проходит дополнительное согласование в Министерстве имущества Чувашьей Республики, в Министерстве культуры и в Министерстве транспорта. С тех пор, как закон вступил в силу, с улиц Чебоксара исчезло множество конструкций, установленных без разрешительных документов. Впрочем, появилось много новых, которые заняли свое место уже на законных основаниях. Они будут не только улучшать инвестиционный облик Чувашии, но и приносить существенную прибыль в городскую казну. Максимальный срок, на который могут заключаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, сокращен с 10 до 5 лет. Специалисты считают, что это исключит саму возможность нарушить закон в этой сфере. На этом программа завершается. Следуйте за вектором комфорта. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok